Возможные причины безуспешного лечения мезонимальных опухолей. То, что саркомы редкие злокачественные опухоли и, в отличие от карцинома, не были предметом больших исследований, существует более 70 подтипов сарком по классификации ВОЗ. Гетерогенные особенности и генетическая аберрация создают трудности к классификации в разработке новых методов лечения. И многолетний провал клинических исследований, пытаясь улучшить исход заболевания, привел к выводу, что необходимы новые телевые методы лечения, вероятно, в сочитании с текущими режимами. Это у нас активация иммунных систем для предотвращения онкогенеза саркомы. В принципе, для вас тут незнакомого ничего нет. Это у нас саркома, это у нас лимфоциты и дендритная клетка. Это правильный путь активации и предотвращения возникновения саркомы. Опухоли микроокружения и саркомахих тканей как предиктанный фактор выживаемости и терапии. Тел клетки изучены гастроиндостинами в тромальных опухолях и саркоме Юинга. С помощью многихистой химии и проточной титометрии в когорте, включающей 91 больного, было показано, что стилипозитивная инфлитрация коррелирует с лучшим выживаемостью без прогрессивного мультивариантного анализа. В саркоме Юинга высокий уровень театоксических клеток коррелируется с лучшей выживаемостью. А в анализе, где было включено 249 больных саркомами, изучали инфлитрацию CD3, CD4, CD8, CD20 и CD45 лимфоцитов. И только CD20 лимфоцитарная инфлитрация была независимо связана с улучшением выживаемости без прогрессированной. Ядерный фактор транскрипции Pocketbox P3 играет важную роль в развитии регуляторных Т-клеток и является функциональным маркером. А высокая инфлитрация этими клетками коррелирует с высокой степенью риска заболевания. И коллеги показали, что лечение имотинибом приводит к уменьшению этих Т-регуляторных клеток путем снишения уровня эндоламина. Тоже говорят по дозатениб при лимфопролитеративных заболеваниях. Это иммунологический пейзаж, о котором сегодня очень много говорили, поэтому я на нем не останавливаюсь. И кинетические аберрации как мишень для нацеленной терапии. На сегодняшний день известный драйверы гиста мутированной гены КИД или 5GFR-альфа и используется для програницирования рецидива опухоли, а также для выявления больных, которые показаны на адевантной терапии. То есть пациенты с мутацией в гене КИД в 11-мак зоне обязательно нуждаются в адеванте получения имотиниба. А что касается остальной их зоны, то тогда мы смотрим и методический индекс. Если он высокий, в том случае назначаем адевантную терапию, а если он низкий, то не нуждается. Также перед 5GFR-альфа не нуждается пациент в адевантной терапии, если операция была радикальная. Саркома Юнга и альвеолярная равномерная саркома являются примерами сарком, ассоциированных с транслокацией генов. Наиболее распространенные транслокации привлекают трансклюционные факторы, которые дизрегулируют экспрессию генов. И многие саркомы сверхреконсируют белок теплового шока HSP-90, который связан с невлагоприятным прогнозом и нечувствительностью к химиотерапии. Экспрессия вот этого белка при недифференцированном плеоморфном саркоме связана с активацией АКТ-МТОР-пути, который тоже можно использовать как мишень для терапии будущего. Оларатумаб, моноклональное антитело против ПГФР-альфа, которое в комбинации с доксорубицином увеличило продолжительность жизни больных, вместо общей формы саркома, на 14 месяцев по сравнению с доксорубицином, который только на 4 месяца увеличил продолжительность жизни. Исходя из большой мутационной нагрузки сарком, их можно просматривать как высокоиммуногенные опухоли, и, соответственно, можно ожидать положительный эффект на иммунотерапию. Публикация, которая была в 2013 году в журнале Nature Александров, когда представляла мутационную нагрузку у всех солидных опухолей, к сожалению, там саркомы не вошли. Наверное, исходя из того, что там очень гетерогенная опухоль, скорее всего, нуждается в отдельном изучении и стратификации. Какая из них по типу более иммуногенная и более высокая генетическая мутация количества, и которая менее. HSB90-ингибитор показал полный регресс саркомы Юнга и Рабдомиосаркома до клинических исследований на моделях мышей. В мультитентрическом анализе исследований второй фазы Pembrolizumab, ингибитор контрольных точек иммунной системы PD-1, продемонстрировал частоту объективного ответа в 12,2% у больных с недифференцированной плеомарфной саркомой. Что интересно, что есть два публикации с разной хронологией, где описывают PD-1 инфильтрацию опухоли при саркомах. Первый, который более старая публикация, говорит о том, что он может быть как прогностический фактор более плохого исхода заболевания, который совсем новый, 2015 года. Там написано, что никак не коррелирует с экспрессией PD-1. На конференции АСКО 2016 года ученые представили данное исследование, в котором выявлено улучшение выживаемости беспрогрессивной с помощью риграфиниба по сравнению с плацебо у больных с леями саркомы, липосаркомы и синавиальной саркомой. Пока нет данных о правосходстве и эффективности над пазапонибом. Адаптивная клеточная терапия кажется очень перспективной для лечения сарком, поскольку эти мезинхимальные опухоли отличаются изобилием неоантигенов на их поверхности. Многие виды саркомы имеют транслокации и точные мутации, приводящие к экспрессии новых антигенов, которые могут быть специфически распознаваемыми геномодифицированными теклеточными рецепторами. Есть большой интерес к последующему исследованию с пембролизумабом плюс оксиденибом, который мультикиназный ингибитор у пациентов с метастатизм саркомой. Пока данных нет. И многообещающие результаты увидели при проведении нашего исследования вне онкологии имени Петрова, где лечение проводится автологически-дейтретно-клеточной вакциной нагружен аллогенным антигеном, ракотистикулярным. Экспрессия, о которой уже предыдущая моя коллега рассказывала, разная при разных типах. К сожалению, полного регресса мы не добились, но частота частичного регресса и стабилизации была с длительностью 6 месяцев и более. Вывод. Лекарственное лечение саркомой мягкой ткани во второй и последующих линиях малоэффективно и имеет ограничения для многих пациентов. В связи с этим необходим дальнейший поиск многих терапевтических смешений путем изучения биологии в первую очередь саркомой мягкой ткани, молекулярно-генетического статуса, астромальных компонентов и опухолемикроокружения, которые играют важнейшую роль в инициации для дальнейших прогрессивных заболеваний и в значительной степени остаются определяющими факторами развития новой эры персонализированной медицины. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, еще такое представление, что если бы мы знали, что мы делали, тогда это не называлось бы ресерчингом и исследованием. Спасибо за внимание. Спасибо.